Продолжение следует... С чего начинается память? С берез? С речного песочка? С дождя на дороге? А если с убийства? А если со слез? А если с воздушной тревоги? А если свержащие пилы в облаках? Со взрослых в пыли распростертых? А если с недетского знания как? Живое становится мертвым. Грозное, страшное слово война. В мире страшнее не найти. Жжет, убивает, рушит она. Все на своем пути. Слово предоставляется главе администрации города Дебальцево, Грановскому Алексею Ивановичу. Мы отреставрировали, отремонтировали Вечный Огонь. Для меня он символизирует связь поколений. Тех поколений, которые защищали город Дебальцево и оставили здесь свою жизнь. Мы стоим на территории памятника. За моей спиной 2850 человек, мирных жителей и воинов Красной Армии, положили здесь свои головы за освобождение Дебальцево в далеком 43-м году. И также это связь поколений тех же самых людей, той же самой крови, как сказал Александр Владимирович, того же самого духа Донбасского, которые здесь оставили свою жизнь в 2014 году. Поэтому для меня это символ возрождения города, как и для моих коллег. Это символ возрождения города и Дебальцево, как Феникс, из пепла возродится, из этого пламени. И, как сказал наш земляк Леонид Быков, будем жить. Всем добрый день. Уважаемые друзья, вы знаете, действительно, мы забывали и День Победы, и войну. Казалось, это далеко. Фильмы очень далеко и не про нас. А когда пришла к нам война, мы его очень увидели. Вы знаете, я хочу сказать большое спасибо всем ветеранам, тем, кто погиб, тем, кто остался жить, кто сейчас живой, потому что они нас научили. Они смогли нам передать тот дух, ту силу, ту волю, с которой они воевали, с которой они одержали победу. И вы знаете, мы обязаны все свои знания и тот опыт, который мы приобрели, и те рассказы, которые мы получили от наших дедов и прадедов, передать нашим детям и внукам. И это будет основная наша задача. Если мы забудем о погибших героях, то грош нам цена. Есть такая хорошая притча, что отец и сын погибшие на время войны, сидя на небесах, каждый 9 мая, сидели за стол. И в один прекрасный день этот праздник столкнулся пустым. Сын спрашивает у отца, папа, почему сон пустой? Отец ответил, а нас на земле забыли. Мы обязаны не забывать. Это основное. Пока мы помним, они там живут. Вечная им память. Спасибо.